Спасибо, Сергей, мы обязательно к вам приедем Субтитры сделал DimaTorzok Здорово всем, сейчас мне надо поехать в город Качканар из Екатеринбурга Это 250 километров в одну сторону Такси не захотело меня везти, поэтому сейчас будем ловить машинку Да, вот так вот, из самого центра города Екатеринбург Утро никто не хочет везти, сейчас попробуем Попробуем сейчас тормознуть машинку, да Вот машинка какая-то лидер Ага, братан, здорово Я никак не могу такси поймать, мне надо в город Качканар Качканар за две сотни довезешь Ну на пиво накинешь Ладно, ладно, все, добро Все, все, вот так, ладно, все, спасибо Видите, как бывает, такси, такси, ребят, я же хотел везти Тауэр, железнодорожный вокзал города Екатеринбурга Это гостиница, сейчас как она называется, Ньюжий отель, написано раньше, называлось Свердловск Тауэр Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас пойдем на гору В 8мм идти по удалению там буддисты на этой горе да это ребята качканар укутываемся вот так вот да да вот так ребят наконец мы нашли дорогу лутали плутали да они подготовились эти 8 километров на гору на буддийский храм возле города качканар да кстати вот следы идут вот я вижу свежие ну вот вот они вот их не следует ну да ну да вот так вот идем в общем вроде разобрались с дорогой но это закрытая территория как она предприятие евраз называется по моему ну вот так идем дальше да вот просека сейчас поднимаемся все выше и выше вон там туда идет просека тоже вот на сквозную через дорогу тогда а сейчас будет смотровая площадка через метров 300 примерно вот там наверху карьер посмотрим да да не включил вот так вот ребятки вот так вот Продолжение следует... 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 обалденно вообще обалденно кабинет машины я еще не смотрел точно я вон ту кабину видел да вот смотрите москвич машина и сюда наверно вертолетом притащили другого варианта не вижу просто ну давай пойдем посмотрим дальше просто ребят какая-то другая планета вообще обалденно да машина москвич это луноход на это луноход стоит здрасте ну да заблудились как вы тут приятно от все это может можно зайти посмотрите вас как-то да ничего что я не снимаю ладно приветствую монастырь пока не действующий а строящийся поэтому пока можно в рамках благоразумия приличия да не мы не устали да не 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 или или дрови но ну давай саня ты мне нагрузи на руку тогда ты мне на руку нагрузи ладно на руку ну давай я сейчас тоже вот берите по агапте а я покажу куда идти и как раз там пойдете разденетесь подсушитесь чайку попьете ну давай если можно еще да ну уберите только так аккуратно да это понятно да это понятно да красота тут у вас мы сами с екатеринбурга приехали но гисьмите у нас сейчас ничего не видно так вот отсюда и конжиковский камень видно и серебрянку да где конжика 90 километров вот здесь с тьмою видимо от тебя до серебрянки 130 а вот на той стране и видно бассейн Ага Так ребята, пойдемте Все, держу Так, сейчас мы сюда Ого-го А ты что, на доске, в ботинках? Не, он просто В таких ботинках Чтоб теплее было Что-то так понятно Не, доску я оставил Дома? Да, просто Здесь много с Екатеринбурга приезжают ребят с досками Поднимаются с доской Ага А, ну спускаться да, в принципе Только лучше на Косе спускаться Там уклон побольше И трасса получается, у тебя выходит почти 7 километров Нормально Так, давай, подходи Приветствую всех Здрасте Ага Саша, как всегда поздно Долго ты поднимается Там вот эту кофту, серую Можно использовать? Это? Все больше? Да-да-да Все, спасибо большое всем До свидания Сейчас нам покажут, как идти на верблюд Ага Ага Вот эта тропа По ней, да, сейчас туристов много ходило Она натоптанная Держись Маленькая, да, маленькая Она вот так вот и вот туда и уходит Все, все понял Ага Отвороты, которые налево будут Ближайшие На них не сворачиваете Только вправо уходите А там уже А она сама как бы получается Вот если так стоять Она налево идет по диагонали Ага Но там еще будут левее отвороты Они вот идут К затворному дворику Домику И к водоемам Откуда лед таскаем Ага Вы на эти отвороты не уходите Идите все правее Ага Все, ладно Ну тут буквально Спасибо большое Минуты три Недалеко все понял Это вообще гадость Спасибо большое вам Всего хорошего Спасибо 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 Да Вот так вот, ребят Вот это как называется Как думаешь, что правильно назвать? Ну как Да Да, ребят Ой Просто какая-то сказка Вообще Добрые Классные люди Чаем напоили Вот так да Много интересного Рассказали Все Мы пойдем дальше Сейчас Попробуем дойти до Горы Верблюд Да, называется До Верблюд Ага Все, ладно Пойдем Да Просто не представляете, ребят Какая красота Это правда Это правда Просто Какая-то В какую-то сказку Попали Очень красиво Да Время, конечно Поджимает Четыре часа Но я думаю Мы успеем дойти до Верблюд Гора Верблюд И Возвращаться До Места Где стоит Машина Это 8,5 км Уже Пройдется По Темноте Я думаю Пойдем Но вот тут Вот такая Ребят Красотень Просто Да Я повторюсь Сказочный Лес Обалденно Вообще Офигеть Тут Такая Баркетика Просто Обалдеть Ребята Офигенно Идем Дальше Саня Да Ребятки Один раз в жизни Здесь Обязательно Вы должны побывать Да Ребятки Один раз В жизни побывать Дальше Дальше Идем Да Да Верни Да Вот он, вот он вербит камень, по-моему Ребятки, мы это сделали, верблюд камень, 4 часа 20 минут время, температура минус 15, плюс ветер, ветерок да, идет, но это красота, это стоило этого, верблюд камень, вот он, я его показываю, у меня просто одна рука сейчас под замерзла, она у меня в кармане, а так, вот он верблюд камень, вот сами весь укутаны, вот так вот, да, в таких вот ботинках, Плотиночках, да, все, но мы это сделали, мы это сделали, дошли, чтобы посмотреть эту красоту, чтобы эту красоту, ребят, показать вам, дома не надо сидеть, обязательно сюда, один раз надо приехать зимой, и один раз обязательно приехать летом, красота просто неописуемая, да, ее на камеру не передать, обязательно, ребят, сюда приезжайте Да, ребят, мы застыли с Саней, вот Саня, вот я, застыли, замерзли, но мы дошли до один битамя, вот он за моей стеной, да, ветер, правда, очень сильный, очень сильный, руки у меня вот так вот, да, да, очень красиво, можно пожертвовать, красота требует жертв, да, мы застыли реально, реально застыли, но вот, ради того, чтобы тут побывать, Полюбоваться этой красотой, и, ребят, конечно, поделиться вам, с вами этой красотой, уже язык заплетается, вот такая красота, да, за моей спиной Все, сейчас пойдем уже обратно, да, и все, вот сверблют камни, возвращаемся через домик, вот так, да Так, мы тут шли Саша, сюда Отлично, да вообще, летом обязательно приедем, вот что-то про гостинство вообще забыли, мы справимся, летом обязательно приедем к вам Вот, Саш, ты про дорогу, спроси Да, да, а тут через лесной можно выехать? Да, да, из лесной, из Кеничая, с Качанами, да, заехать А где валерьянов, спис, вот это лесной Там закрыто, не заехать Я по спутнику смотрел, там просто... Нет, потому что там можно проехать на трассу или нет, там... А дорога в стороне от города как бы идет Не, ну дорога-то сама идет как бы вроде в стороне, а КПЦ как бы не на дороге, а как бы в стороне Ну закрыто, не проехать там Я, скажите, не знаю, нет, мимо него можно проехать, там город не проехать Ааа, ну, на дороге можно, да А летом, смотрите, а... Это лучше в июне В конце июня, если на западный, с западного карьера идти, там получается вот перед смотровой, наверное, около километра по обочине дороги на камушках метрички зелененькие Там как... вот если ночью пойдете, вот именно ночью, часа, наверное, в два, то получится, что как по сказочной дорожке пойдете Ааа, ничего себе А вот где-то в середине августа уже ягода созреется Тут брюсника, водяника, чернейка Ну, черника у подножия... А здесь поздновато, у нас раньше, ну... В середине июня, ну-ну-ну-ну У нас ягода в середине где-то июня В этой бере может до конца мая лежит Ну-ну-ну-ну А что без снега самое... это вот летом лучше, да В июне, в середине так вот, чтобы... Ну, зелень, посмотрите, чтобы дождей как бы не было, чтобы небо было Было чистое солнышко Ну, это... После середины июня и где-то до середины августа Угу Ну и отсюда это всяко интереснее, да, чем через Косеве, это... сюда Нет, по Косеве интереснее дороги к Косеве А, там живописнее, получается Да Это подъем там интереснее будет, да, сюда? В Косеве, да А расстояние подальше чуть-чуть Там поменьше... Расстояние, наоборот, меньше на два километра Ааа И на Косеве вы можете... Вот у нас этим летом ребята поставили юрту Монгольскую Там можно остановиться Перевоживать Аааа А дорога там как? Под это? Подубитая? Ааа, дорога, ну смотрите, там пешком, на квадроцикле можно... Ааа, до Косеве... до самого села можно, да? А до самого села можно хоть на легковой машине доехать, да? Она как бы грунтовка, но ее грамием присыпают... Ну понятно Она все равно такая более-менее Ну там просто где если машину оставлять, тут-то как бы у КПП А тут-то вы у КПП, а там-то у нас ребята живут Там как раз вы около этой юрты можете машину поставить Ааа, она как раз... Да Ну все понял, там же можно к ней подъехать, все понял Ладно, все тогда, спасибо большое Ладно, спасибо вас за бесстепенство, за все Все, спасибо большое, ладно Удачи Ага, до свидания, летом Спасибо большое, летом мы обязательно по вам приедем Обязательно, спасибо большое Спасибо Да, ну и вот так, ребят Все мы посмотрели, спасибо большое этому дому Все, покидаем это место Вот я и Саша Все, спасибо большое Вот так, очень классное место Кстати, луна, если будет видно, вот я уже вижу, вот луна Луна встала, да А, ну да, да, да Ну так, ребят, холодно, по-честному, вот смотрите Пару где-то, да, холодно Холодно, но очень красиво, и эта красота Перебаривает холод, вот так, если я правильно выразился, да Перебаривает холод, вот так Ну очень, да, красиво Пол пятого время Мы отлично сходили с Сашей До свидания Все, идем довольны Сейчас дорога идет вниз, вот как видите Ну и ветер только там был, там было прохладненько Сейчас вот здесь идем Нормально Ветра нету И Как бы потеплее, что ли Это из-за того, что ветра нет, поэтому кажется, что теплее стало Ну, так, солнце уже на закате Время где-то без двадцати пять Немножко уже сумерки идут Такие, ну приближаются сумерки Но красота, ребят, неописуемая Да, я это сказал десять раз, но если так оно и есть Да, пришли мы только что вот оттуда И здесь такая развилка, тройник Это идет, Саш, куда? На какую? На Косьво, по-моему По-моему, да Косьво, Косьво Да, это идет на Косьво, если я правильно выговорю Дорога А эта дорога, вот здесь даже не поленились, сделали указатель Это идет на западный карьер, куда мы сейчас и идем Все, идем дальше Да, ребят, дошли до развилки До развилочки Кстати, небо, небо к вечеру расчистилось Луна, да, вот луна видна Облаков нету Вот указатель, посмотрим поближе Кстати, прикол, вот это дерево Вот оно, вот оно показано На верблюд На верблюд, значит, дорога идет А сейчас мы спустились вот отсюда С монастыря спустились Находимся вот в этой точке А на верблюд мы сходили с монастыря Вот так вот Там идти было, ну, пять минут примерно Вот так, в общем И сейчас мы идем на западный карьер На западный карьер, да, вот так Ну и общий вид Всей этой красоты, опять же Вот такой вид Все, идем на западный карьер Вот сюда вниз Да, идем мы сейчас вот оттуда Вот куда я показываю И вот туда вниз И здесь вот такая у нас Находится табличка Ну вот, бла-бла-бла Вот так вот Так сказать Ну все, идем дальше Луна, вот Луна хорошо видна сейчас Сейчас на карьер еще обязательно зайдем Посмотрим, как там ночью работают экскаваторы И там поезда еще ходят Как поезда ходят, как белазы ездят Обязательно посмотрим Да, вот так, ребят Без десяти шесть Время Качканарский карьер До машинки идти, ну, километра два Три максимум Вот такой вид Это обалденно Очень красиво Вообще От всей этой поездки Впечатлений очень много Бортовой номер 011 Вот, ребят, смотрите Елочная игрушка Какая огромная С левой стороны Это мы покидаем Город Качканар Вот так Да, вот и все Заправляемся в городе Качканар И в сторону дома Сейчас пол восьмого Ну, в двенадцати ночи Подъедем Ну, ну, ну Ну, ну, ну Все Поели в кофе Славянко Осталось сто шестьдесят километров до Екатербурга Время полдесятого. Время полдесятого. Приехали вот часа. Сейчас без десяти часа ночи. Съездили отлично. Видео вы только что смотрели. Вот так, в общем. Все. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока. Да, вот так, ребят. И что хотел добавить. Эта машина, вот эта машина, на которой мы ездили, она была в Таджикистане, город Душанбе. Ссылка под этим видео в описании. Все, ребят. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok